С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. ННК «Строй» – дочерняя структура Нинецкой нефтяной компании планирует построить в Наринмаре завод по производству стройматериалов. Об этом на брифинге с журналистами региональных СМИ рассказал заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Михаил Фомин. Строительство мини-завода развернется на улице Рыбников на базе бывшего производственного комплекса Наринмар-Строе. В летний период будет завезено современное оборудование, которое позволит расширить номенклатуру выпускаемых железобетонных изделий, используемых в строительстве. Все контракты уже заключены, стоимость модернизации – более 300 миллионов рублей. Современное оборудование вкупе с новыми технологиями позволит ускорить процесс строительства жилья в регионе. Ожидаемая мощность нового завода – 20 тысяч квадратных метров жилья в год. Первые опытные образцы конструкции модернизированный завод выпустят уже в сентябре этого года. Это завод, который начнет производить конструктив для строительства здесь домов. То есть плиты-перекрытия, ограждающие конструкции, фасады. В принципе, это будет полный цикл. Кроме того, новое предприятие должно обеспечить оконное производство из поливинил-хлорида и выпуска металлопластиковых окон и дверей. Полная модернизация предприятия должна быть завершена в октябре 2016-го. Планируется, что первые дома, возведенные по новой технологии, появятся уже к концу следующего года. А пока в регионе продолжается строительство уже начатых объектов. В текущем году строители планируют сдать в эксплуатацию дом по улице Макарабаева, шестисекционный дом на авиаторов, двухквартирный в Индиге, четырёхквартирный на Колгуеве, двухквартирный в Красном, по одному двенадцатиквартирному дому в Каратайке, Оми и Харуте и два четырёхквартирных в Шойне. Планируется также сдать в эксплуатацию и социальные объекты. В первом сентябре у нас школа в Красном, наконец-таки, будет закончена. Там небольшой ещё раз говорю объём работы. Это восстановить лифт, который должен прийти в навигацию, и закончить работу по благоустройству. Школа в Индиге, у нас там есть проблемы небольшие с проектами. Сейчас должны нам поступить буквально на днях документы по финансовым затратам, которые необходимы для внесения исправлений в проект. После этого будут приниматься дополнительные решения. Но пока мы планируем её закончить до конца года. Школа в Цельвиске идёт с решением графика. Кроме того, в этом году должны начаться работы по строительству детского сада на 220 мест на авиаторов. Все разрешения уже подписаны. Срок сдачи объекта – 2017 год. К 2019-му в этом районе появится и школа. На строительство двух этих объектов в текущем году выделено более 180 миллионов федеральных средств. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.